День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Мы не привыкли, редкость еще. Мы уже в эфире? Да, мы уже в эфире, просто действительно не привыкли мы к такому, мы все обсуждаем, что после пандемии неожиданно как-то очно встречать гостей, а не на экране. Даже, ну вот, господи, думаешь, хочется потрогать, потыркать пальцем, неужели вот все-все так и происходит, что можно с гостями так общаться. Наверное, вот общение, раз мы заговорили на тему общения, и общение живого, вот именно вот прийти, подискутировать, посмотреть в глаза в глаза, обсудить какие-то, ну, действительно насущные, провокационные иногда какие-то темы, это все, чем славится фестиваль «Лампа». И Ирина Кузнецова, координатор фестиваля «Лампа», сегодня с нами в студии, обычно мы все общались до этого действительно через Zoom, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. А стоит отметить, что до фестиваля «Лампа», который состоится в Цессисе на 33 сценах, две недели, чуть больше, 1-2 июля это произойдет, а сегодня-то уже 16 июня, и не лишний будет напомнить, во-первых, об этом фестивале как таковом, и поговорить, в конце концов, сейчас, как сложилась программа, какие ключевые моменты, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Ирина, вам слово. Ну, мне, во-первых, очень приятно быть в студии, это действительно такое событие прийти и пообщаться живу, поэтому для нас сам фестиваль «Общение», «Лампа» — большое событие, потому что в этом году, конечно, мы возвращаемся в Цессисский замковый парк, тот, кто был, наверняка помнит, насколько там живая волшебная атмосфера, когда мы все вместе соберемся опять поговорим, потому что предыдущие годы то было по-дигитально, то с ограничениями. В этом году действительно ждем всех, и вход, я напоминаю, конечно же, у нас бесплатный, поэтому можете даже надумать и поехать собраться с Цессис в последний момент, но программа у нас, как обычно, такая обширная, многогранная, больше 260 мероприятий за два дня, но я всегда говорю, ни на когда не надо бояться такого числа 360 мероприятий, как много, поэтому люди по-разному поступают, кто-то программу исследует и составляет свою, у нас есть и в приложении специальная возможность собрать свою программу, кто-то просто как бы, ну, едет на фестиваль и просто, ну, как обычно на музыкальном фестивале ходишь, слушаешь, какие-то новые темы узнаешь, это может быть, не знаю, утепление дома, или это эмоциональное здоровье, или это может быть тема какая-то про историю, или идентичность Латвии, тема у нас и практичная, и философская, и тут и здоровье, и технологии, поэтому можно по-разному выбирать свои стратегии, и приезжать, и общаться, есть люди, которые, может быть, не хотят общаться и слушать, поэтому тоже призываем активно слушать, и, конечно же, ну, как бы получать новые знания, и вдохновляться, потому что для меня лампа, это как живая библиотека, обычно в библиотеку приходишь, там много книжек, люди выбирают, что почитать, а на лампе, это действительно как-то, у нас 33 площадки, и каждый человек может прийти, выбрать своё мероприятие, или серьёзное, или полушутливое, или более где заточено на общение, и поучаствовать. Встретились, поговорили, это всё прекрасно, это всё замечательно, живое человеческое общение, но что-то известно о реализованных реальных изменениях, или проектах, которые прозвучали, которые появились, были инициированы во время предыдущих фестивалей? Можно я такая метафорически отвечу на этот вопрос? Потому что нам постоянно задают, ну вот вы поговорили, пообщались, и что с этого? Что дальше? Что дальше? Ну да. Мы как организаторы, мы никогда не задаёмся целью, вот должно что-то практическое произойти, вот какие-то изменения в законе или что-то, и поэтому немножко, может быть, хотелось такой шаг назад и рассказать о одном моменте, который всё-таки повлиял на меня как личности. Я это сравниваю с такой мини-фестиваль общения «Лампа», но это был не фестиваль, это даже было не общение, когда-то давно, в 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х была газета «Экран», или газета «Н». И для нас, детей 90-х, для нас это было большое событие. Мы бежали в киоск, мы её покупали, мы её листали, мы её сдёрли до дыр, кто-то кому-то передавал, кто-то вырезал, были подшивки. И этот, ну, мы как газета, интернета же тогда уже не было, было только ради журнала «Газета», для нас это было, ну, как действительно такое кладезь знаний, и это был какой-то такой стартер, основа, базис для общения. Ты там прочитал, как кино что-то, поговорили. Соответственно, «Лампа», вот общение, оно влияет на формирование личности, и оно влияет, действительно, как бы открывает и расширяет горизонты. Мне кажется, это очень-очень важно, и никогда не надо недооценивать, что вот обязательно должен быть какой-то результат. Конечно, у нас есть история о том, что человек приехал, поучаствовал и понял, что вот молодой человек у нас был, я хочу стать учительом биологии. Мне кажется, это прекрасно, это есть какой-то такой жизненный результат. Но и важно, что мы, как люди, должны общаться, общение имеет значение. Кстати, это тоже слоган нынешнего фестиваля, и поэтому я не хотелось бы переводить такую в практическую плоскость, а что дальше, какие у нас изменения с доконодательством или что-то. Ну, мне кажется, да. Я могу себе только представить, как у тебя пульс повысился при упаковании газеты «Экран». Олег, скажем так, непосредственное отношение, да? Конечно, мне кажется, я вот, может быть, лично, всенародно объявлюсь, что действительно Олег Пекот для поколения детей 90-х был таким авторитетом. Ну, там была бы очень большая команда, конечно, да. И не только для детей. Ну, уже дети подросли, конечно. Хочу спросить, ведь мне кажется, что все беды на Земле идут от недопонимания. Ну, то есть очень чаще всего оказывается, что люди, может быть, не понимая друг друга или имея какое-то искажённое представление о целях, планах друг друга, они начинают, может быть, из-за этого конфликтовать. И очень часто, ну, если мы не говорим о каких-то социопатах, психопатах, там, людях действительно с дурными наклонностями, мы можем говорить о том, что часть каких-то конфликтов и проблем нашей жизни, они возникают именно из-за того, что люди не смогли договориться, не смогли обговорить, может быть, заранее какие-то вещи перед тем, как они начнут вместе работать. Мне кажется, это очень важно, то, что ты сказали. Одна из задач фестиваля — это практиковать культуру общения. Особенно мы сейчас все уходим больше в дигитальное общение, больше в чаты. И уметь общаться, даже если мы абсолютно не разделяя наши мнения или просто полярные мнения, очень важно учиться общаться и учиться слышать. Потому что, как обычно бывает, люди не слышат, а уже готовят свой аргумент, готовят своё мнение. Вот я сейчас ему всё выскажу. Люди перебивают друг другу, не дают высказаться. И очень часто мы интерпретируем то, что человек якобы думал, ну, на самом деле, как бы вкладывать слова другого человека в свой смысл. Из-за этого, конечно, появляется очень много конфликтов. У меня есть классический анекдот по этому поводу, может, я расскажу. Анекдот, по-моему, даже моя бабушка рассказывала, если мне память не изменяет. Ну, вот два сеньора сидят, и вот тут бабка говорит. «Ой, ты моя защита-оборона!» Дед говорит, что? Общипанная ворона? Покватил дед бабку. Бабка такая сидит и плачет. «А-а-а, глухая теперь! Что, хорошая теперь?» Но это как бы показывает о том, что люди, ну, здесь просто проблемы со слухом, но очень часто мы интерпретируем или недослышим, или услышим что-то не то, и вот у нас, конечно, эмоции, мы закипаем. И от этого очень много конфликтов, что люди не поговорят. Или напишут в чате. А в чате, конечно, или в e-mail нет эмоций, ты не видишь, как бы ни тамбр голоса не слышишь, ни какие-то там, не знаю, жестикуляции. Конечно, личное прямое общение — это всегда очень важно. Но опять же надо, как говорится, своих коней придержать, то бишь эмоции, и научиться в таком, может быть, более уважительном общении. Особенно это важно в нашем 21 веке, когда всё происходит настолько быстро, настолько быстро, информация с каждого утюга, столько много мнений, что в конце дня человек устает от того, что столько всего на него накатилось, а ещё надо как-то уважительно общаться. Ой. Ну, надо. Скажите, а вот ведь наверняка, мне кажется, что фестиваль «Лампа» становится такой платформой, может быть, для молодых людей, которые хотят идти в политику, потому что ведь в политике очень важно уметь грамотно высказать свои мысли, чтобы их не переврали, не интерпретировали как-то ложным образом. Очень важно уметь коммуницировать с людьми, очень важно расположить их к себе, быть убедительным. Ну, то есть вот всё, что как будто бы на вашем фестивале, все вот эти какие-то моменты, привлекает ли это? Ну, политика, потому что мы всё время жалуемся, что у нас одни и те же люди, нету молодых, ярких, интересных, ну, таких, скажем, молодых вот Джонов Кеннеди, которые бы придут и... Я думаю, да, я думаю, это однозначно, потому что фестиваль уже проходит восьмой год, и поколение, по сути, выросло новое поколение, и мы видим те люди, которые были на «Лампе», даже и добровольцы, которым было 16 лет, конечно, ищем уже 24, она же, в принципе, или, может быть, молодые политики, или молодые лидеры. Может быть, в этом тоже и заключается наша задача, чтобы, во-первых, для молодого поколения слово «демократия» не было такое слово, но оно было, ну, такая, как бы ценность, потому что всё-таки «Лампа» — это фестиваль демократии, потому что демократия невозможна без бесед, общения, дискуссионных площадок, где мы действительно такой организуем рынок идей, где мы дискутируем, мы пытаемся как-то нащупать или путь, или где правда, или даже понять друг друга. И нам очень важно, как организаторам, чтобы, ну, политика Латвии была, ну, действительно, как бы рынок идей, чтобы всё происходило открыто, чтобы больше было общения, но не крик, не эмоции, что действительно это был более такой рациональный подход ко всему этому. И, конечно же, если «Лампа» приложит свой вклад в развитие нашего демократического общества, где культура общения — это такой базис, мне кажется, это очень важно, особенно в наше время, где мы видим, что когда нет общения, нет демократических каких-то основ, это приводит к очень плачевным последствиям. Ну, а пока что «Лампа» такая хорошая, приятная, раз в год отдушина на два дня, где можно послушать друг друга. Да. Потому что я всё время вот вспоминаю, как мы обсуждаем с Риэлем Резником Мартовым по понедельникам, очень часто тоже вот проблемы в общении, приводим в примеры, когда случается вот в чатах или в каких-то дискуссиях, мы вот из-за отсутствия интонации мы начинаем вдруг подозревать, что над нами, может быть, собеседник иронизирует, или, может быть, он сказал что-то такое вот гаденькое с фигой в кармане, и мы иногда очень резко отвечаем, потом выясняется, что человек абсолютно это не имел в виду, и конфликт возникает просто на ровном месте и без всяких причин. «Милый Вася, вышли денег» — классический пример шутки. Нет, чтобы написать «Милый Вася, вышли денег». Нет, «Милый Вася, вышли денег». Ну, правильно, мы же не видим эмоций, мы не можем прочитать, поэтому у нас, кстати, не только два дня в Цессисе, у нас такой параллельный просветительский проект, школа общения «Лампа», у нас, конечно, в основном лекции о общении, коммуникации, психологии, разные аспекты в течение всего года, но и есть некоторые занятия и лекции тоже на русском языке, в зависимости, конечно, от нашего лектора. Мы были и оффлайн, и в онлайне, так что мы несём свет культуры общения более уважительно не только на эти два дня, но и в течение всего года. Ну, я так понимаю, в этом году «Лампа» выходит чуть шире, ну, за пределы Цессиса на эти два дня, потому что будут площадки, разбросанные по всей Латвии, где можно присутствовать в Цессисе, физически в Цессисе не находясь. Ну, да, есть такое, само, конечно, событие будет в Цессисе, но у нас традиция сложилась, ну, из-за пандемии, сначала это было жизненно необходимо, чтобы люди встречались в небольших группах, насколько тогда было возможно, смотрели прямой эфир трансляции фестиваля, и уже в своих группах, это кафе или библиотека, или Дом культурно по всей Латвии общались, организовывали свою программу, но эта традиция укоренилась, прижилась, и вот у нас в этом году 21 площадка или место совместного просмотра, это и поместье Лузного в Латгалии, и вот есть замечательное место, такое село Пэдедзе на границе между Россией и Эстонией, и там местные библиотеки, местные в основном дамы собираются, смотрят эфиры, потом как бы за чаем обсуждают, поэтому это такой формат небольших мест в Латвии, но есть и большие, как в Елгове тоже будет, в Доме культуры, где они будут трансляции, организовывать в фестивальных мероприятиях, ну и сами что-то организовывать, поэтому лампа немножко уже выходит за пределами цессиса, ну и, конечно же, онлайн-дискуссии, часть, не вся программа будет возможность посмотреть из дома, на дачи, на пляже, где людям удобнее. И возможность, я понимаю, составить свою собственную программу, то есть чтобы как бы согласовать свои возможности физические, поскольку еще раз 260 мероприятий, понятно, что все посетить физически невозможно. Да, на сайте фестиваля лампа.лв можно создать свою программу, здесь все выложено, очень-очень удобно, как раз сижу этим занимаюсь. Замечательно, так что, действительно, если кого-то интересует какая-то конкретная тема, то лучше подобрать и уже знать, куда пойти, но мне всегда нравится, что я могу пройтись по фестивальной территории и остановиться где-то, даже не на короткое время, а послушать, может быть, даже сам по неучаствовать, и что-то узнать новое, сдать какую-то новую точку зрения. Поэтому есть и такой подход. Просто приехать и просто, как говорится, погрузиться вон. Погрузиться и, как говорится, ходить, бродить, что-то услышать, где-то поучаствовать. Для участия нужно ли записаться в дискуссии заранее? Нет, нет. Нет, у нас всегда еще, вот мы возвратились к тому, как мы были до пандемии, что у нас нет ни регистрации, ни билетов, благодаря нашей огромной работе и нашим партнерам, и спонсорам, ни билетов, ни регистрации, просто приезжать или на автобусе, или на поезде, или на машине коллективно. У нас будет на трех языках, я просто хочу сказать, не только на латышком, конечно, на все мероприятия, но у нас есть, по-моему, 5 или 6 на русском языке, и на английском тоже, где-то около 9-10. Так что мы любим языки. Прекрасно. То есть есть возможности попрактиковаться, но я понимаю, что если объявлен официальный язык, можно ли там, скажем, какой-то комментарий, или там какой-то вопрос там задать, или что-то на другом языке? То есть это... Я думаю, это возможно. Может, единственное, если это мероприятие на латышском языке, и хотелось бы задать вопрос, то заранее, на русском, к примеру, может быть, заранее подойти к модератору, или там у нас есть добровольцы, которые в наших таких ламповых майках будут, и сказать, вот есть ли такая возможность, я вот скажу, а вот модератор перейдет. Ну, в принципе, если заранее договориться, то все друг друга поймут, и я думаю, что это не будет большая проблема. Главное, не бояться общаться и сказать, что я хочу поучаствовать, но у меня... Не могу высказаться, может быть, правильно настолько, или смелости не хватает, не знаю, на латышском высказаться, или на английском. Итак, фестиваль «Лампа», цессия с 1-2 июля, это пятница, суббота, 675 спикеров, 267 тем, все это можно подробно изучить, и выбрать, и сложить свою программу на странице фестивалслампа.lv. Очень удобно. Кстати, на русском языке тоже сайт работает. Спасибо огромное. Все, мы заканчиваем. Ирина Кузнецова, координатор, ну, мало ли, еще что-то есть. Еще раз, может быть, цессис, проговорить даты. Цессис, 1-2 июля. А Ирина Кузнецова, координатору фестиваля «Лампа», была у нас в гостях. Огромное спасибо. Уходим на паузу, после которой очередной гость, и снова который пришел в студию. Продолжается именно живое наше студийное общение, что, конечно же, очень здорово. Радио Болткома.